и всем привет ребята мистер вайк и записываю новый ролик сегодняшний видеоролик посвящен нашему новому ивенту и сегодня вместе с вами мы будем делать первые шаги первые прохождения в рамках этого ивента наконец-таки он стартовал ну и давайте-ка зайдем в него если вы ждали этот видеоролик то обязательно забавайте поддерживать данный видос лайком за подписываться на канал ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкой но для этого настройка в аккаунте кустому лично так так типа дальше оформлять покупку магазине но и заполнить форму которая есть в описании что касаемо нового ивента то у нас есть необходимость что для участия в событии нам нужно выполнить специальную миссию текущего дня события в игре это значит что мы сегодня вместе с вами полетим сначала выполнять это задание ну а дальше мы уже будем расставлять танки и ждать первого боя который я так понимаю что произойдет завтра что касаемо покупных бонусов да эти бонусы продаются за танкойны за танкойны добавили у нас бонусы и понятное дело что я их покупать точно не буду не знаю кто для кого это вообще все дело сделали но как будто бы байт искам очень жесткий чтобы покупали еще и за танкойны дополнительные бонусы на игру в такую мини игру не знаю честно но это мне кажется как-то очень и очень жестко что касаемо покупных очков относительно предыдущего ивента они стали тоже как я понимаю дороже и в сумме все на все это дело теперь нужно тратить за танкойны большее количество ресурсов но есть и такая функция как 100 за 50 тысяч кристаллов я не помню сколько прошлый раз была возможность за кристаллы купить но соточку за 50 тысяч кристаллов я думаю мы точно вместе с вами приобретаем то есть это та вещь которая ну в принципе наверное недорого выглядит поэтому я для себя ее точно возьму ну и вот все здесь устройства в принципе уже добавили поэтому нам только лишь остается фармить те самые заветные очки да и очки у нас будет в таком порядке за победу 150 за поражение 50 и в случае ничьи получают оба по 70 очков то есть в целом нам надо постараться как можно больше выиграть в этой игре что касаемо моей какой-то тактики или еще чего-либо то я в принципе придумал для себя одну обычную схему да и этой схеме буду придерживаться посмотрим что из этого получится получится ли мне как-то на этой схеме выехать и получится ли что-то выиграть да но и эту схему я покажу после того как мы выполним как раз таки задание поэтому открываем наши миссии что там за миссия надо набрать 30 звезд в любых матчмейкинговых битвах важно для получения миссии необходимо иметь пропуск событий ничего себе еще и первую миссию дают мне такую жесткую чтобы я сейчас тут 40 тысяч лет потел чтобы ее выполнил ну ладно ничего страшного раз я уже как говорится включил видеоролик то получается нам надо вместе с вами выполнить эту миссию на видеоролик выполнить просто жестко что касаемо моей комбинации то у меня прямо сейчас лучшая комбинация тысячелетия наверное да ну и будем пробовать тогда все это дело выполнять только главное чтобы нам закинула хотя бы нормальные какие-то карты то есть мне закатки только получается я могу зафармить я могу зафармить раз-два-три сколько тут девять вроде да если не ошибаюсь до 9 звёзд там и по восемь если катки играть по восемь то мне надо сколько три боя мне на сыграть ой-ёй-ёй-ёй-ёй что-то как-то многовато мне играть придется по ощущениям ну ладно давайте пробовать давайте пробовать ну и посмотрим что у нас из этого получится можно срочки будет в рамках боев а надо ли мне досрочки вопрос тоже если честно хороший нужны ли мне те досрочки чтобы я быстрее заканчивал каточки так ну вроде вот эта катка неплохая вроде как есть шанс у нас ее по шурику втушить вроде как тиммейты неплохие значит можно работочку в рамках такой каточки делать так здесь есть изида сразу эту изида на фокус даем на жесткий на плотненький дэмэдж на плотненькую добавочку первый килл джаггера есть она на сколько 15 джаггеров сливать надо 15 джаггернаутов унести но это блин как будто бы не такая уж и простая задача для такой катки ну ладно попробуем посмотрим пощупаем пощупаем что у нас из этого всего дела получится так по паладинчику на валочку даем по паладинчику паладинчик у нас с лечением на шафт играет я так понимаю да хуже те лекали лекалочки вот эти вот на шафта или это не с лечением пассажир они не с не с лечением тогда уже джаггеру десятку воткнул в голову как будто его сейчас надобивал его надо просто быстро оформить и можно заряжать следующую катку о со мной директор запикался я смотрю в катку директор тоже на месте директора есть это значит что каточка может реально быстро досрочно завершится 4000 в голову по джаггернауту добавочка по викингу викинг здесь открытый отлично четко урончик добавляется и джаггернал второй на респ улетает так супер 2 есть изида там моменте пытается конечно выхиливать джаггера но будто бы против нашей комбинации против наших тиммейтов даже и хилл не поможет в этом плане так третий джаггер уже улетает на респаун так ну потихонечку потихонечку продолжаем наваливать наш урончик вкусненький вкусненький урончик наваливается спасатель меня еще дополнительно сэйвит сплэш от гаусса мне все равно уносит мой танчик так девайс вообще там на твинсе наваливает жестко жесткую навалочку на твинсе выполняет так ну и четвертый джаггер уже улетает на респе не знаю насколько нам вообще выгодно здесь заканчивать катки супер быстро досрочно наверно на дистанции все равно выгодно да там больше заданок тогда я выполню заданок из дополнительных можно еще получать же получать звезды поэтому в принципе наверно если будет быстрые досрочки то меня это устроит поэтому пробуем наваливать потихонечку помаленечку контентика под контактик и чуть раздаем 13 14 киллочков бамс на пощупать летит этот урон чик шикарный ноль урона тоже в принципе урон мы чуть не написал такое слово что мне обзабанило сразу видали вот так вот можно вместо хай написать одно слово разу на бананчик уехать так ладно работаем овердрайв есть халявный 6 джаггеров мы уже слили нам надо 15 15 джиггер наутов ну конечно пятнашка это довольно весомая цифра в этом плане но мы продолжаем наваливать продолжаем наваливать танчик появляется здесь такие ребята приятные прям вот просто приятные танчики под ваншотик под контактик под движушечку то и оба и ребяточки как же они подставляются мне уже 20 киллов у меня уже 20 киллов и если что это может быть параллельно еще и обзор на тандем чик и 100 обзорчика вам на тандем даю чтобы вы знали что это за устройство и как оно работает в рамках нашего матчмейкинга чтобы вы понимали что это за имба просто лютейшая которую сделал орех просто лютый имбаланс который теперь дает возможность супер плотного нагиба так 9 киллов у нас уже имеется 9 кильчиков есть это значит что нам надо еще целых 6 целых 6 джаггеров мне надо слить целых 6 джаггер наутов целых 6 джаггеров надо навалить на ход ноги так пробуем добавлять девайс кстати правильно написал что это вообще нимбовое устройство не имба от слова совсем так напишу сэнкс бро а то он пишет что у меня крутой youtube канал channel вот это да а я даже не знал об этом так и еще одного унес пассажиром найс пошла движуха добавочка сверху добавочка сверху ну и еще одно я к сожалению не слил так нам остается 4 джаггера до победы ну и будет вкусная досрочка катки и мы уже вместе с вами полетим дальше полетим дальше мне останется сыграть еще два боя наверное я надеюсь по крайней мере на то что два боя они больше и получим свои звезды не знаю зачем сделали такую большую заданку я думал там заданка как всегда знаете такая легенькая простая вкусненькая ну что там типа чисто просто там 22 боя сыграл там 0 либо боя не сыграл заданки готовы я поэтому и думал что я сейчас тушу по-быстрому а тут захожу а там заданка на 30 звезд да вы чё ребят на приколе что ли какие 30 звезд какие 30 звезд ну ладно ничего страшного покажу как быстрее всего эти 30 звезд убиваются поэтому тоже неплохая тема так но нам надо только ластового джаггера и надеюсь что мне за эту катку насыпят хотя бы сколько хотя бы 6 звезд до звезд не устроит на нервно до 22 уровень челленджа сколько мне насыпало 6 нормально 6 звезд неплохо так пикаем дальше это значит что я уже заформил немножечко мне надо будет еще с магазина приобрести что-либо чтобы получить там еще одну звездочку так и меня закидывает в еще одного джиггернаута только здесь у меня есть ли команда если у меня здесь команда и смогу ли я выиграть эту катку также сама быстро досрочно вопрос хороший но наверное да наверное да наверное постараемся наверно попробуем потому что мне очень сильно не хочется играть полный бой на полный бои мне придется иначе потратить супер большое количество времени да если у нас будет бои с досрочками то в принципе но на дистанции это будет быстро поэтому если это будет досрочечка какая-нибудь за полбоя, то это будет неплохой результат. Поэтому пробуем. Пробуем делать эту досрочку. Пробуем. Пробуем разваливать. Джиггернауты просто, как я не знаю, как карточный домик разваливаются. Еще и джиггернауты с приваренными башнями появляются. Это вообще супер. Когда приварочные ребятки появляются у нас на карте, это значит, что я могу очень быстро их уносить на респ. И максимально быстро мы можем завершать бой. Так. Я так понимаю, что со мной поздоровался молодой человек. Склана ЮТЕ 1, 2, 3. Легенда. Так. Это еще один приваренный? Нет, не приваренный. Третий джиггернаут уже не приваренный, но так же быстро улетает на респ. Мне нравится режим джиггернаута, если честно. В принципе, в таком балансе, в моем понимании джаггер и должен быть, чтобы он был настолько мясной, что ты просто ну просто даешь 4 ракеты, как бы и джаггер на респе. В принципе неплохо. 4-0 видео. 6 киллов уже есть. А когда 6 киллов есть, можно что сделать? Можно и поесть. Так. Пробуем въехать сейчас. Аж хрипеть начал. Ничего себе. Это прикол. Пробуем добавлять. Пробуем еще добавлять. Можно было Оуди дать, конечно, у него. Но я решил немножечко его пожалеть. И овердрайв него не отдал. Так. Ну и ладно. Полетели, ребяточки. Полетели дальше. Полетели дальше на контентик. Боже, какая-то сирена на улице пошла. Надеюсь, вы ее не слышите. Какая-то опять проверка жесткая по ходу дела. О, нам будет сейчас шуметь по ходу дела. Именно в тот момент, когда я решил записать видеоролик, какой-то шум начали тут тушить. Я в шоке. Вот это прикол. Так. 11 киллов у нас уже есть. Пробуем наваливать. Пробуем наваливать. У нас получается, если у меня будет три боя с досрочками. Да, три боя с досрочками. Это сколько я залутаю звезд? А, нет. Мне надо два боя по 8 звезд, получается, да? Да, мне надо два боя по 8 звезд получить. Если у меня не будет двух боев по 8 звезд, то мне не хватит. То мне не хватит. А каточки, чтобы мне давало по 8 звезд, это должны быть бои по... по... сколько получается минут? Ой. Чуть я вердерайв не забрал. Это катки должны быть по 10 вроде как, если не ошибаюсь, минут и больше. По 10 и более. Ну, пробуем. Пробуем реализовать всю эту движуху. Бам! Хорошенькая в голову залетает. А где джаггернал? Не вижу вражеского джаггера. Вижу вражеского джаггернаута. А где джаггер? А, джаггер у нас по респам катается. Все, понял, вопросов нет. Вопросов нету! Катается по респу. Джаггер Васечка. Наваливает плотненького контентика. Вот так вот. 17 на 5. Так. 600 очков у нас уже имеется. Ну и пробуем быстро добивать. И еще двух джаг... Ой, двух каких? Шестерых. Еще джаггернаутов. Еще шестерых джаггернаутиков. Нам остается здесь доработать. Так. Пробуем дать по вот этому. Пробуем добавить по вот этому. Добавить еще по вот этому. Отлично. Десятый есть. Байя, если честно, я не знаю. Микрофон ловит этот шум или не ловит? По крайней мере, я надеюсь, что не ловит. Надеюсь, что вам не слышно. Но если слышно, то я, к сожалению, с этим ничего поделать не могу. Так. Семь с половиной минут до конца. Это будет плюс-минус по времени такая же катка, как и предыдущая. И за эту катку мы должны вместе с вами получается получить еще шесть звезд. Да, еще шесть звезд мы вместе с вами получим на контентик под контактик. 23 килла у нас на пощупать. Уже есть. За полбоя. Как говорится, неимбовое устройство. Вообще не нагибает. Ну, вообще не нагибает от слова совсем это устройство. Так, ну и пробуем. Пробуем, пробуем, пробуем дать реализации. Дать движение в рамках этого боя. Если честно, то в целом, да, вот если так посмотреть на джаггера, да, вот играешь в бой и думаешь, ну вот что можно сделать джаггеру, чтобы он не был мясным, да? Ну вот ты добавишь ему большое количество хп, как это было раньше. С этими эзидами он будет жить супер жестко, да? Добавишь ему просто урон без хп, ну, хорошо, у него будет урон без хп. То есть, по сути, тоже такое себе. А вот если добавить, например, старый джаггернаут, который за киллы давал тебе процент, да, и добавить новое хп, ну, то есть, у него там сколько? 20 тысяч. То в целом, наверное, этот джаггер может, ну, более-менее неплохо жить. Если ты, конечно, умеешь играть на джаггернауте. Но вот такой джаггер это просто фул мясо. Просто фул мясо. То есть, ну, вообще просто в салатик нарезаем эту колбаску и 6 звезд еще я сверху получаю за 950 очков. Так. Ну и получается, я уже два боя сыграл. А у нас по времени, в принципе, пока что получается очень неплохо. По времени-то получается вообще шикарно, даже я бы сказал. Я думал, что у нас все это дело потребует значительно большего времени и ресурсов. пока что у нас получается все очень и очень даже неплохо. Ну, если, конечно, не играть вот такие карты еще, мы запикаемся давайте в какую-нибудь другую карту. И по-хорошему мне надо еще... А, ну ладно. Забрать я эту заданку и так смогу. Забрать я смогу после этой каточки и тогда мы можем плюсануть дополнительные звезды и быть может нам даже хватит. Быть может нам даже хватит. Запикивает меня в штурм за деф. Если катка быстро будет доставляться, то в принципе это будет еще одна досрочка. Ну, либо если мы за ТДМ жестко. Тиммейты у нас есть под ТДМ жесткий? Ну, вроде как более-менее есть. Вроде как более-менее тиммейнтики есть. Попробуем. Посмотрим. Может и получится. Батончик хаоса есть. Батончик любит давать контентика, поэтому может что-то и получится у нас в рамках этого боя с досрочкой. Так, только вопрос когда появляются у нас флаги. Флаги у нас вроде появляются в 12.00, да? Если в 12.00 у нас появляются флаги, значит нам надо уже под это время подпушить здесь верхнюю зону и попробовать накинуть домашку. Отличный дамаг есть по первому оппоненту. Второго оппонента тоже неплохо накидал его ему сделали. Так, ну и нам надо досрочку. Нам надо быструю досрочку в рамках этого противостояния. Если получится сделать, было бы просто шикарно сделать третью досрочку в ряд и за третью досрочку в ряд получить еще и неплохое количество звезд. Ну и там уже вопрос наверное останется только сыграть четвертый бой. А может и четвертого не надо будет играть. Сейчас посмотрим. Если четвертый будет без досрочки, то мне кажется не надо, да? Если мне девять звезд дают так, я заработал по шесть. А не, все равно надо будет, да? Все равно мне не хватит. Все равно походу мне не хватит. Ну ладно. Играем короче, а дальше уже посмотрим. Что будет, то будет. В принципе наверное досрочка мне даже более выгодная сыграть две досрочки еще, чем играть полный бой и потом еще добивать какие-то дополнительные звезды. Поэтому пробуем сделать досрочку. 20 киллов уже есть за минуту получается. 20 киллов наша команда уже выдает, что в принципе является наверное очень неплохой скоростью по набору. Так, попытка накидочки дополнительного демоджа и Васпик делает первую доставку против нас. все-таки начинают доставлять ребят из противоположной команды. Здесь фриз меня быстро очень урабатывает. О, еще одна доставочка. Нет, похоже все-таки будет здесь победа команды за атаку. А может и нет. Ну, в принципе наверное что победа что поражение меня устраивает в рамках такого боя. Если оно с досрочкой. Да, потому что звезды у нас в принципе начисляются первым местом одинаково. Но можно и выиграть. Можно и выиграть. Можно не отдавать катку. Зачем отдавать бой, если можно его просто спокойнейшим образом потянуть. Поэтому будем пробовать выигрывать. Ваншоты легких танков за счет нового тандема. В принципе это тоже то, что реализуется и реализуется на постоянной основе. Так, ну и нет ни одного противника у нас вот под этой зоной. Под этой зоной был бы хоть один противничек. Было бы уже очень неплохо. Но такого не хотелось мне отдавать овердрайв свой. Такого тем более не хочется отдавать овердрайв. И в такого тоже мне не хочется отдавать овердрайв. Опачки спасатель сейвит игрока. Ну и остается у меня оуди еще на какой-то период времени васпики вражеские доставляют довольно неплохо. Так, ну и вот здесь я думаю что можно уже в резист вжаться. Не понял. А как это у меня сосуля полетела сквозь танк. Как она полетела сквозь танк? Я дал четко в танк. Мне кажется это была идеальная сосуля танк оппонента. Так, ну и здесь горефриз с приваренной башней пытается тоже нам сделать много неприятностей. Противники делают уже 7-8 доставок. Ну и по ходу дела мы все-таки эту катку проиграем. По ходу дела все-таки будет проигрыш в рамках этого боя. Стоять на базе на этой карте не имеет вообще никакого смысла. Так, если противник закатывает наверх, то у него уже вероятность доставки значительно больше, чем ты его будешь встречать где-то у своих респах, вернее у противника респов. Ну и киллов под эти респы ты сможешь сделать больше. Тут уже вопрос того, как отыгрывают твои тиммейты и что делают твои тиммейты на карте. За счет чего происходят эти доставки? Если бы наши тиммейты давали контролинга оппоненту около респов, то я думаю, что проблем с выигрышем в такой катке у нас бы не было от слова совсем. Тиммейты стоят у нас на базе, пытаются задефать оппонента, который просто влетает через верхнюю зонку. Не знаю, пытаются что-то сделать, но я считаю, что это абсолютно неправильная реализация в рамках такой катки. И здесь, если ты будешь контролировать вражеские респы и с респа будешь просто рубить оппонента, то есть, если бы я сейчас бы тут на респах стоял бы не один, а стояло бы, например, 3 или 4 моих тиммейтов и так же само сливало бы противника с респа, то я думаю, что мы бы сейчас бы уже имели бы не 75 килов на команду, а где-то бы около, где-то бы около бы, ну, наверное, уже сотки было бы 100%, может быть, даже больше. 19 на 5 мы идем в рамках этого боя. Очень неплохой результат, учитывая тот факт, что я еще и закрепляюсь на вражеском респе и довольно большое количество урона мне удается наносить по оппонентам. Ну и пока что контролим просто, просто контролим зону, контролим целый флаг, да, противник может пока что только пытаться доставлять второй, потому что первый у меня весь полностью под контролем, ну и если бы тиммейты бы сейчас бы уничтожали противника, то я бы еще смог бы законтролить этот респаунд. И было бы у нас два контроля респов с уничтожением противника без шансов, да, при том, что здесь довольно большое количество васпиков против и возможность контроля вот с таким устройством у меня есть 100%, да, при том хорошая возможность контроля, да, особенно если противник играет без резиста, в целом выглядит супер-супер круто. Так, пытаюсь добавить такую темку, не знаю, насколько это было оправдано, самоуничтожил себя сам, но в целом, наверное, по урону залетело неплохо. По урончику, в принципе, это, наверное, окупается. 100 киллов и 150 очков у противника за доставки. Мне надо 60 киллов для нашей тимы сделать, чтобы мы как раз-таки выиграли этот бой. Реально ли дать здесь 60 киллов для моей команды? Наверное, в теории реально. Если наши тиммейты будут что-то делать и не отдавать доставки противнику, то, наверное, появится шанс выиграть этот бой. Но если доставочки также будут быстро залетать, то, к сожалению, я уже не успею ничего здесь реализовать. Но довольно большое количество легких танков у оппонента, что мне лично позволяет с таким устройством давать постоянные ваншоты. Ну и за счет этих ваншотов я все еще больше и жестче реализую это устройство. И если кто еще вдруг смотря этот видеоролик не понял, что это за устройство, это лютейшая имба, просто лютейшая имбища, которую я в свое время приобретал за 15 тысяч танкоинов. 15, мать его, тысяч танкоинов я потратил свое время на это устройство. И на протяжении супер длительного периода времени это устройство не показывало абсолютно никакого хорошего результата. Благо, орех все-таки решил меня в этом плане немножечко порадовать, апнул устройство, чтобы моя скамная тема немножечко подубавилась и мои 15 тысяч танкоинов все-таки были реализованы в устройстве, которое на сегодняшний момент времени показывает неплохой результат. Да, относительно того, что это было раньше. Я бы даже наверное сказал бы не то, что неплохой результат, супер результат показывает это устройство. Просто супер результат. Так, тем временем у нас 130-130 и моя команда наконец-то начала играть в эту игру, что меня очень сильно радует, когда игра уже перетекает чуть более в позитивное русло, а противник начинает все меньше и меньше оформлять доставки. Это не может не радовать, потому что у нас открывается возможность и шанс на победу в рамках такого боя. Так, ну и я пробую накидывать дамажечку, пробовать добавлять контентика. Здесь Торелла залетает от оппонента, но он играет у нас на кризисе под ДД, потом переключается на Нитру. Наверное, какой-то у него тоже скрытопульный реализейтор жесткий. Так, а я даю добавочку вот такую под оппонента, но он реализует свою аптечку и счет становится 150-150. У противника есть шанс завершить эту катку досрочно и ни в коем случае нам нельзя сейчас дать доставочку от этого васпа. Блокшотик работает великолепно, Викинга Фриз врывалову делает под наши респауны, я пытаюсь подблочить как-то этого васпика. Отличный блокшотик срабатывает по первому оппонентику, пытаемся просто уже всушить всю эту тему, 5 киллов остается до конца, есть шанс, есть шанс не проиграть эту каточку, делаем, ребята, делаем, и 2 килла остается до конца, 1 килл остается до конца, и победа, победа, да есть же победа, и сколько мне звезд дают, все равно мне дают 6 звезд, все равно даже в рамках такого боя мне дают 6 звезд, а не 8, так как катка заканчивается за сколько получается, за 9 минут, если я не ошибаюсь, как всегда, у меня не прогружаются миссии, после того, как я быстро завершил катку, ну и по итогу, что мы имеем, что мы имеем, мы имеем, мы имеем, сколько киллов мы имеем, и сколько звезд мы имеем, вернее, киллы, зачем мне, звезды, так, звезды у нас по постройке, по стреляйке, 26, мы забираем сейчас еще одну звезду, забрав заданку, и того, у меня получается уже, получается уже, еще приятнее цифра, так, и здесь мне надо тройка лидеров, и уничтоженные танки, то есть, мне по сути, сейчас все, что надо, это попасть в начатый бой, и сделать в нем досрочку, если я делаю в нем досрочку, с получением хотя бы 100 очков, у меня, пусть плюс 3 звезды, точно здесь зарабатывается, но, 30 звезд бить, если без приемки, без приемки, да, вы бьете 30 звезд, то получается, вам надо потратить на это все дело, минимум, минимум 4, а может быть, даже 5 боев, так, ладно, я пикаю, короче, определенный режим, да, получу меньше звезд, но, в целом, если меня сейчас закинет в начатую ТДМ, то я, намного быстрее, все это дело реализую, а мне, в принципе, и надо, как можно быстрее, все это дело реализовать, опачки, в элитном пропуске, есть возможность получить, легендарный ключ, а что вместе с легендарным ключом, изида с вампиризмом, интересен мне, у меня, такой элитный пропуск, за 2-300 танкоинов, я даже, если честно, не знаю, интересен он мне или нет, может быть, вы в комментариях мне напишите, есть интерес, в таком приобретении, или, интереса такого нету, есть ли вообще резон в этом деле, все, так, ну и что, куда меня закидывает, ой, в шикарную карту меня закидывает, как я и хотел, надеюсь, мне тут 3 звезды на пощупать дадут, 3 звезды на пощупать, и главное, чтобы катка супер быстро не закончилась, здесь джампер наваливает контента, супер жесткого, я смотрю, да, навалочку схождений делает на вакуумном страйкере, так, давайте с ним поздороваемся, йоу-йоучика ему кинем, так, ну и все, по ощущениям, наша каточка сейчас быстро завершится, и это очередной лайфхакерс, от лучшего режима, опачки, под навалочку, под навалочку, под добавочку, еще что-то накидал, а вот сделать, мне надо минимум 100 очков здесь получить, 100 очков мне в принципе хватит, да, вроде как, соточку за 2 минутки я сделаю, надеюсь, что сделаю, так, 2 600 на добавкинса, Магнум вообще не стреляет, стоит АФК, и не что ли, он прожал ауди, чтобы просто постоять АФК, гениальное решение, если честно, гениальное решение, я если честно оценил, и вот так, ну и Магнум мне дает добавки, 105 очков уже есть, и я очень сильно надеюсь на то, что мне дадут 3 звезды, очень сильно надеюсь на то, что 3 звезды я получу с этой катки, потому что если я не получу 3 звезды, то получается я уже не жесткий лайфхакер, а получается жесткий скамер, ну и меня заскамят, конечно же жестко, про это тоже не надо забывать, так, отличный здесь куполочек от нашего тиммейта, под который мы конечно же играем, здесь по спу я даже не успел, ничего накинуть, здесь по Хантеру можно дать такую добавочку, в 0 урона тоже рабочая, здесь добавочка сверху по 2 оппонентам, здесь добавочка по стене, здесь добавочка еще куда-то, но залетает, так, здесь Титан на открывашке, и здесь есть еще оппонент над стенкой, попробуем вот такую попасть, сардельку, не залетает, вернее не успеваю, я слить оппонента, здесь противник был на шафте, оказывается, я думал, что это тиммейт по мне стреляет, а здесь это был оппонент, так, ну и меня сливают, 210 очков, я думаю, что мне хватит, я думаю, что мне 210 очков точно здесь хватит, чтобы получить 3 звезды, потому что, если я не получаю их, то я как будто бы в лютом тилте, но пока вроде как по времени, все у нас получается очень даже неплохо, я думал, что придется там какой-то час тратить, у нас по сути не так много времени на все это дело ушло, не так много ресурсов мы вместе с вами потратим, на все это дело получения, так, 26 секунд до конца, может быть мы еще сделаем досрочку, в рамках такого боя, 4, 2 кг, ладно, тиммейты развалили жестко, джампел дал 45 кг, ничего себе, 45 кг на вакуумке, наваливает в рамках этого ТДМки, так, ну и, получил я нужное количество, 4 даже получил на ход ножки, нормально, так получается с досрочками я мог бы быстрее бы сделать бы все это дело, 30 минут, ребятчики, мне понадобилось, чтобы выполнить заданку с 30 звездами, ну и в целом, наверное, это довольно быстро получилось у меня реализовать, так, мы забираем заданку, ну и теперь, тот самый заветный ход, который я должен сделать, тот самый заветный ход, я сначала, короче, покажу вам супер схему, о которой я думал изначально, не понял, для участия в событии нужно выполнить специальную миссию текущего дня события в игре, алло, я выполнил ее, я ее выполнил, и что, я теперь не могу поставить танки, пока не обновится этот ивент, да божь ты мой, да вы чего, ребят, ну серьезно, я буду ждать сейчас час, чтобы просто сделать ход, офигеть, я не могу разместить танки, то есть, мне надо еще час подождать, чтобы я мог разместить танки, нормальный прикол, мне аж это, куда-то я натыркал, жестко, ну ладно, я ставлю видеоролик на паузу, жду, когда вот эта вся тема обновится, и только после этого я смогу сделать ходы, вот как-то так, короче, по итогу я продолжал, прождал где-то полтора часа, для того, чтобы мне появилось вот это вот замечательное окно, с полем и с расставлением танков, но ничего абсолютно на сегодняшний момент времени не произошло до сих пор у меня, ну и я решил, что раз вот это все дело обстоит следующим образом, то на этом мы закончим этот видеоролик, я потому что не знаю, когда это появится, сколько мне надо будет ждать, два часа, день, два, три может быть, потому что опять у нас это не работает, дело так, как должно работать, так как если даже оно обновляется, и после обновления появляется, то я уже прождал более двух таких обновлений, и у меня все равно не появилось это окно, с как раз таки прохождением нашей замечательной мини-игры, учитывая тот факт, что я заданку уже выполнил и забрал ее, не знаю, удалось ли вам, может быть, пройти все это дело, напишите, да, обновилась у вас, через сколько у вас обновилась, потому что у меня ничего абсолютно в этом плане не обновляется, хоть я и задание прошел, поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу, опять у нас не работает все, как должно работать, либо это у меня просто что-то забагало, пишите, что у вас в этом плане, сумели ли вы походить в этой мини-игре, прошли ли вы заданку, обязательно поддержите данное видео с лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...